Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. С вами Роман Манемир. Сегодня в рамках небольшого обучения, может быть даже где-то конкретики, мы рассмотрим такой интересный сервис как MyFXBook и вообще зачем он нужен вам как инвестору или трейдеру получить какую-то более правдивую информацию, как торгует трейдер, либо там робот, неважно, какая-то торговая система. Плюс посмотрим, на какие важно смотреть характеристики при принятии решений. Почему я записываю это видео? Потому что в интернете существуют сейчас тысячи и тысячи, если не десятки тысяч трейдеров, сигналистов, экспертов, аналитиков, которые записывают каждый день какие-то видосы, куда пойдет Bitcoin, куда пойдет S&P 500, валюты. В принципе, я думаю, что таких просто масса и на русскоязычных, и на англоязычных просторах. Поэтому вот этот сервис, я думаю, это один из вариантов, есть еще MQL, которые могут максимально укоротить время для того, чтобы вы правильно приняли решение, нашли именно практикующих трейдеров, чтобы, по крайней мере, например, учиться у них, следить за ними, либо инвестировать в их счетах по схеме копирования роботов на VPS и так далее. Поэтому данный сервис MyFixBlock – это независимый сервис, независимый от какого-либо брокера. Здесь любой трейдер, используя свой брокерский счет, может авторизоваться и подключиться. Для чего? Для того, чтобы другие люди могли убедиться в его, скажем, профпригодности, что он умеет не сливать, а работать долго. И желательно на одном счете. Потому что, я думаю, многие обращали внимание на такие вещи, как поторговал какое-то время, полюбовался статистикой, потом взял все сливы, открыл новый счет, опять любуются статистикой, опять сливают. И здесь страдают инвесторы. В первую очередь инвесторы, которые хотят присоединить свои капиталы к профессиональному трейдеру. Поэтому какие варианты, в первую очередь, еще раз, для инвестора, если вы хотите вкладывать в кого-то деньги, так это первое, наверное, независимый сервис. Любой уважаемый трейдер, который нормальными суммами оперирует, а не по 100 долларов, он может подключить независимые сервисы, чтобы показать вам результат. Он может дать инвестор-пароль своего счета, где можно только смотреть сделки, всю историю, выкачать стейтмент, так называемую статистику, тоже может. Может он скрины кидать. Я не очень хорошо к этому отношусь, в плане, еще раз говорю, первую очередь для инвесторов, которые хотят вкладывать деньги. Потому что скрины сейчас плюс, завтра минус, в итоге непонятно как что. Значит, май фейсбук, например, авторизовалось, что здесь смотреть. Значит, есть, вот я взял на примере продукта Sculptrade, подключили независимый ресурс. Видите, здесь реал счет, Libertex Forex Club, плечо MetaTrader 4. И здесь есть первая, это левая строка по поводу дневная, месячная, обществ, доходность, баланс, equity, это за минус просадки, ну видите, сейчас баланс равен equity, то есть нет просадки. Значит, прибыль общая, дальше депозиты, сколько было выведено, ну и здесь идет обновление, вот в данном случае это 15 часов назад. Сегодня суббота, поэтому он обновляет, правило, будний день. Хотя, ну, в зависимости, как сам сервис, независимый еще работает. То есть, вот это общее, видите, growth, рост, здесь видно, что практически идет. В данном случае, пока тут все как бы идеально, растем без особых каких-то, вот. Ну, здесь статистика, достаточно небольшая, два месяца. Я еще разу, сейчас это как примерный, сейчас не рекламирую что-либо. Вот, что вы просто могли принимать решение здраво в будущем, если вам будут предлагать там, что я такой супер, покажи, не надо там рисунки какие-то, что две сделки закрыл, а 10 счетов до этого слил. Вот, а просто покажи хотя бы независимый сервис, хоть один. Если человек скажет нет, ну, наверное, он зарабатывает чуть на другом, чем на трейдинг. Дальше, баланс. Видите, вот как двигался баланс. Ну, тут может быть нюанс в том, что баланс может быть и пополняться деньгами, тут не обязательно за счет прибыли, это тоже нужно учитывать, смотреть движение средств. Дальше, профит. В данном случае, видите, здесь пока вот такой идет постоянный рост, так как, в данном случае, это там трендовая система, но суть не в том, что здесь по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, вот. И драунд-даун, это просадка. Максимальная просадка была в районе 11,5% за все время. В принципе, неплохой вариант. Здесь очень много факторов, какой депозит доливался там или лотность повышалась, но вот основной, то есть, посыл, что надо следить за профитом, то есть, как растет прибыль, потому что баланс может меняться, и просадка. Дальше мы опускаемся, видите, здесь есть такие вещи, как периоды, там, за неделю, видите, за месяц, за год и так далее. То есть, опять же, эта доходность актуальна, но, опять же, нужно следить за балансом. Если баланс не меняется, он растет только за счет прибыли, то это хорошая статья, очень даже хорошая статистика. На каких два показателя вообще я бы уделял внимание, один из них здесь есть, второй нужно высчитывать. Первый, это основной профит-фактор. В данном случае здесь 3,2. Это очень высокий показатель. Как он считается, это все прибыльные сделки суммируются, делятся суммарно все убыточные сделки и делятся. Получается коэффициент. Как правило, коэффициент больше 2, это уже очень серьезный показатель профит-фактора. То есть, он может быть 1,2, 1,5, года даже меньше единицы. Но если он больше 2, это очень высокий профит-фактор и говорит о рентабельности данного трейдера или какой-то торговой стратегии. Второй, он называется коэффициент восстановления. Его здесь не найдете, его нужно высчитывать. Каким образом? Значит, вы берете всю общую доходность и делаете на максимальную допустимую просадку в любое время. То есть, к примеру, 81%, берем на 12%, максимальная просадка 11-35% и получаем в районе 7-7,5%. Это очень высокий показатель. Опять же, и вот этот показатель, он коэффициент восстановления, о чем он говорит, как быстро восстанавливаются убытки, допущенные, даже теоретически возможные, полученные доходностью. Потому что, понимаете, можно заработать образно 81%, а счет подвергался, например, просадке 90%, образно 70%. Это не годится. Это значит, что просто в один момент сольется все, и все, что вы заработали, оно просто улетучится. Поэтому этот важный показатель. Поэтому даже если просадка, например, 40%, а доходность 500%, то это супер показатель коэффициент восстановления. Поэтому по коэффициенту восстановления, опять же, больше трех, это считается очень серьезным показателем. Поэтому вот профит-фактор больше двух, коэффициент восстановления больше трех, считается очень хорошим показателем. Если же там в районе полтора, профит-фактор и коэффициент восстановления в районе двух, это хорошие показатели. Если ниже там профит-фактор уже один, один и два, то это слабоватенько, это высокие риски. Поэтому учитывать вот эти два показателя. Профит-фактор здесь находится, видите. Чтобы я еще обращал бы внимание, это вот еще ниже опускайтесь, это открытые-закрытые ордера, история. И очень важно смотреть лотность. Вот лотность, какой ходит. Если лотность, видите, практически все время одна и та же используется по инструменту, по евро такая-то, по биткоин такая-то, то это говорит тоже о устойчивости стратегии. Потому что есть очень много стратегий трейдера, которые даже не усредняют, а Мартингейл применяют. То есть ходили 0.01, попали в минус, давали там 0.03 ходить, 0.05. То есть они просто повышают лотность, обиваются и потом говорят, что ну все нормально. А это ненормально, потому что если на таких лотностях не получается и трейдер переходит или стратегия более высокие лотности, значит он просто начинает рисковать, отбиваться, начинает где-то, ну так немножко, знаете, вот то, что жульничает. Но путем просто увеличением беты, это волатильность, увеличение размера лота, то есть он больше начинает рисковать в надежде, что он сейчас быстренько все отобьет и скажет все прекрасно. Но если он не отобьет, он может просто слить или очень сильно минуснуть счет, очень сильно. Поэтому это риск, который повышается. Поэтому на лотность обращаю внимание. Очень много я видел стейтментов, в которых лотность просто бегает. Там 0.01, потом 0.01. Ну как, или там потом лот даже какой-то. Зарядил две сделки, словил, кричит, что вот как я классно торгую. Но это, опять же, проснетесь в один день и чего-то не будет. Вот, то есть что еще? Здесь есть по месяцам эти статистика, тоже обращайте внимание. Не вижу смысла каждый день смотреть, там неделю, месяц смотреть можно. Вот, в принципе, для чего MyFixBook еще раз так подытожу, что важные два показателя это профит-фактор и коэффициент восстановления. Я считаю, это важнейший фактор. Ну и сам фактор, факт того, что независимый ресурс есть, что вы ничего не химичите, вы просто подключились и даете всем вашим клиентам посмотреть эффективность работы. Потому что еще раз, за месяц, там неделю-два все могут заработать, показать что-то. А там за полгода, год, полтора-два на одном счете, желательно на одном счете, единицы могут только что-то показать. Почему так? Ну, потому что плюс показываем, минус нет. То есть это такая. Плюс, наверное, 90% людей, которые в интернете занимаются трейдингом, считаются экспертами, им проще зарабатывать на каких-то YouTube, просмотрах, на рекламе, на сигналах, просто на каком-то action, так называемом, пиаром, получать от каких-то брокерских дополнительных, какие-то вознаграждения, призы, чем доказать свою торговлю. Я не раз давно услышал одного более успешного трейдера, как просто. Говорить не делай, да? То есть вот говорить все могут. И есть еще такой момент, да? Знать и заходить в сделки – это тоже разные вещи. То есть есть масса, я смотрю, интернет-людей все знают, все показывают. Но почему сами не делают? Почему сами показать нечего? Психология страдает, денег нет. Проще, ну, проще, да, просто с людей стричь деньги, там, непонятно за что. То есть, а сам боится в сделку зайти. То есть чуть ли не там небольшой прибыль сразу фиксируют, минуса передерживают. То есть большинство, очень большая часть людей, которые, даже я знаю, которые разбираются, сами не торгуют. Поэтому считаю, что толку от них никакого, да? То есть большого вы не получите без практики. А если вы вообще хотите инвестировать в плане, там, копирования счетов, там, MQL, есть, да, сервис, есть, там, CopyTrade, CopyFix и другие системы копирования, то вообще не вижу смысла, там, без каких-либо независимых источников анализа, независимых ресурсов типа MyFixBook принимать решение. Ну вот, надеюсь, что видео будет полезно. Стараюсь максимально по-простому, по-народному объяснять, подсказывать. Я считаю, что надо быть проще в этом плане. Вот, что это поможет вам сохранить, по крайней мере, деньги, не влазить в какие-то непонятные истории. Вот, поэтому хорошего еще раз дня, профитов. С вами был Роман Манимин.